Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин Тема о воспитании воспитателей Еще Ян Амос Каменский, Энн И. Пирогов и более древние мыслители подтверждали на опыте, что нет более трудного занятия, более ответственного, как воспитание детей и юношества. Нас более всего должно интересовать, что по этому вопросу говорит Бог через святое свое слово. Виды воспитания Первое. Запреты. Обычные старорусские и старообрядческие. Этот метод помогает детям усваивать все очень быстро, надежно и без рассуждения. Дети растут крепкими верующими фанатиками. В добром понимании слово «фанатас» означает смерть. То есть это люди, готовые до конца стоять за свою идею даже до смерти. Такие воспитанники совершенно не привязаны к священному писанию, склонны к выпивке, к осуждению всех, кто не так понимает, что либо как они. И легко впадают в гнев и ярость, защищая свои убеждения. Делаются агрессивными, могут избить оппонента, даже своего священника и епископа. Твердо придерживаются веры своих родителей и воспитателей. Внутри себя надежды на спасение почти никакой не имеют. Это не евангельский путь, а основан на преданиях не церковных, а местного порядка, на привычках и на подражании родителям. Таким методом нередко удается воспитать новых савлов. Если на таком основании произрастет авторитет Библии, тогда может вырисовываться образ апостола Павла. У этих детей все основано на страхе. Только бы не погибнуть, только бы не попасть в ад. Только бы не гореть в огне с бесами. У них твердая уверенность, что они нарушают заповеди. Бог им представляется только в образе грозного судьи, карающего за несоблюдение постановления. Первая книга царств, 12-18. И возвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа Исамуила. Псалом 2, 11. Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Псалом 18, 10. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни, истина, все праведны. Из этого способа воспитания можно взять очень многое. Все то, что основано на Библии и на канонах соборов, соблюдение чистого и нечистого, посты, молитвенные правила. Псалом 33, 12. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Псалом 85, 11. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Псалом 110, 10. Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповедь Его. Хвала Ему пребудет вовек. Необходимо употребить все силы и таланты при беседе с этими людьми, чтобы их верность преданию повернуть на верность священному Писанию. Притчи 8, 13. Страх Господень, ненавидите зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Притчи 9, 10. Начало мудрости, страх Господень, и познание святого, разум. Притчи 10, 27. Страх Господень прибавляет дыней, лета же нечестивых сократятся. Таких детей из общей массы легко выделить. Они не скрывают, что они староверы. Как правило, здесь нет никакого исследования психики детей, возрастных групп, библейского анализа их поступков. Ребенок более научается подражанию от родителей в семье и на работе, и из природы. Второй метод научения с нуля. Это когда дети из неверующей семьи и ничего не знают ни о Боге, ни о Библии. Это самый большой контингент детей в наше время, в нашей стране. Воспитатель всегда на первом месте должен держать в памяти, что перед ним бессмертная душа, искупленная Христом. Ценность ребенка. Ребенок отличается от взрослого пониманием всего, что окружает нас. Он не в состоянии выдержать те же требования, длинные богослужения, строгости поста, продолжительность труда и обучения. Дети совершенно иначе воспринимают окружающий мир, чем взрослые. И нужно как можно чаще, хотя бы кратко расспрашивать детей, не только на уроках, но и во время прогулки, как они понимают то, что видят в природе, что слышали, что смотрели. У преподавателя-воспитателя в душе все время должно оставаться что-то детское. То есть он как бы остается вместе с детьми ребенком, все время нащупывает ту ступеньку развития, на которой ребенок стоит. И постепенно, через образы и сравнение с тем, что ребенок уже понимает, необходимо поднимать его выше. Как правило, запас слов у детей невелик, поэтому новые понятия и слова нужно повторять несколько раз. И после этого переспрашивать, вводя эти слова в контекст. Нужно говорить с ребенком простым языком, но тексты священного писания цитировать полностью, дословно и никогда не упрощать. Сначала прочитать необходимое с абсолютной точностью, невзирая на возраст ребенка и его способности. И только после этого разъяснять простым, доступным языком. Хорошо после прочтения Библии, текста на русском языке, сененодального перевода 1876 года, никакими другими переводами никогда не пользоваться, чтобы не разжигать, чтобы не разжижать мозги ребенка. Своими словами разъяснить прочитанное с использованием примеров. При разъяснении можно пользоваться специально изданными учебниками. Детская Библия, Библия для детей старшего возраста и другие. Дети очень похожи на взрослых глухонемых и на оскудевающих в разуме стариков. Для них этот окружающий мир очень конкретен и намного меньше, чем наш мир. Ребенка часто воспринимают как досаждающего и мешающего, хотя ребенок и предстает пред нами иногда не как обезьянка, а как учитель. Очень многие взрослые с этим не согласны из-за своей тупости и не могут привлечь к себе ребенка и заинтересовать его. Если вы не поспешите установить в его сердце авторитет взрослого человека и притом верующего, то у него найдутся учителя его возраста. Действительно, дети не могут оценить то, что мы с таким трудом созидали, стирали, чистили, варили. И сколько бы ему об этом ни говорили, он этого не поймет. Хотя и сделает вид, что осознал, но тут же об этом забудет. Лекарство очень простое. Ребенка нужно немедленно подключать к своей работе, чтобы он делал посильное до усталости и знал, как это достается нелегко. Наше отношение к ребенку в церкви. Евангелие от Марка 10, 13, 16. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Загруженность работы и усталость отнимает все время, и на детей его почти не остается. Когда ребенок отдаляется от дома и делается эгоистом, то родители сетуют. «Мы его поили, кормили, а он?» «Да, поили и кормили, а другом стать не удостоились, не нашли времени, не обучали Слову Божию у себя дома». 2 Тимофею 3, 15. «При том же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Тимофея обучали бабушка и мама. Как правило, дети, создающие шум в церкви, просто изгоняются или их оставляют дома. До времени это удобно всем. Но только до времени. Притчи 22, 6. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Ребенка нужно приучить правильно вести себя в церкви, истово совершать крестное знамение и делать правильные, неспешные, полные поклоны. Не оглядываться, не перебирать пальцами, играя чем-либо. Если ребенок ведет себя плохо во время богослужения, это вина родителей и воспитателей, как правило. Ребенка нужно вывести и узнать, почему он так себя ведет. Если ребенок умышленно и упрямо нарушает порядок, то может быть появится даже необходимость наказать его. Но это всегда нужно делать в уединенном месте, при закрытых шторках и дверях, чтобы никто никогда этого не видел. Ребенка нужно подготовить к богослужению. За 10-15 минут свалить в туалет, правильно одеть по церковной форме и снова дать краткое наставление, как вести себя во время богослужения. И чтобы он не просился ни пить, ни в туалет ранее, чем через час. Наказание – это самое трудное и опасное занятие. Этим должны заниматься истинные воспитатели. Этот один талант уметь наказывать ребенка дороже десятка других вместе взятых. Наказание должно быть непревышающим преступления. И назначение его для исцеления и исправления. И должно соответствовать проступку. А. Ребенок вертится. Можно поставить на часы. То есть играть роль часового у определенного предмета. Лопата, палка, воткнутая в землю. Это все, конечно, делается дома, не во время богослужения. Покажите ему, как нужно стоять, не подгибать колен и не оборачиваться. Сразу сказать ему, на какое время он ставится. Четверть часа, полчаса. Ни одним видом наказания не следует злоупотреблять. Лучше не добрать, нежели пересолить. Хорошо, когда за ним кто-либо наблюдает. И если он лукавит и нарушает условия, то он должен по знаку, сигналу или свистку подбежать к старшему. И после расспроса нужно, чтобы он обязательно осознался, что он нарушил правила наказания. Сразу поясните ему, что если будет дан такой-то сигнал, то он должен с места стояния бегом подбежать к вам и после собеседования снова бегом вернуться на пост. Снова повторите ему, что плохое стояние на часах, как и плохая работа. Плохо сделанный кувшин, рассыпались, все начинает с нуля. Если ребенок стоит серьезно, не нарушает правила, то обязательно сократите время стояния. Амнистия за хорошее поведение. Но время сокращения не должно превышать 1 треть назначенного времени. После этого нужно снова подробно разобрать его поступок и покажите пользу данного наказания. Обязательно приведите несколько текстов из Священного Писания о пользе терпения. Лука 21.19 Терпением вашим спасайте души ваши. Иакова 1.3 Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Иакова 1.4 Терпение же должно иметь совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Римлянам 5.3 И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность. От опытности надежда. Сирахова 2.14 Горе вам, потерявшим терпение. Что будете вы делать, когда Господь посетит? Б. Плохо кланяется. Неправильно совершает крестное знамение. Можно вывести из церкви и расспросить о причине. Если не болен, то предупредите снова вернуть. По возвращении из храма поставить на поклоны земные с крестным знамением. Сто поклонов. В воскресенье наказаний нет. Так же и для причастников. Это правило может быть изменено для особо злостных нарушителей, дерзких и непокоривых. Пояснение. Наказание ребенка, как и вообще наказание, дело исключительно тонкое, деликатное и крайне опасное. Но без наказания нет воспитания, дисциплины и порядка. Если нет авторитета старшего, то необходимо будет закрыть школу, детский лагерь, церковь. Наказывать ребенка можно только после допроса его. Знал ли он, что идет на нарушение и какое будет последствие этого? Сегодня на сотню воспитателей и учителей едва ли найдешь одного годного на должность наказывающего, экзекутора, судей, прокурора, все в одном лице. Если нет стопроцентной уверенности о виновности нарушителя, то не наказывать вообще, а только предупредить. Ребенок должен знать, что ложь, страшный грех от дьявола, солгавший будет наказан обязательно сильнее. Иоанна 8, 44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 1 Иоанна 4, 20. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Откровение 21, 8. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, учаясь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Лука 13, 27. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. 1 Иоанна 5, 17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Пример. За 48 лет в нашем православном детском трудовом лагере Стании не был наказан несправедливо никто, не был унижен, или чтобы над ним кто-то посмеялся после наказания. До наказания и после наказания нужно дать подробные разъяснения данному случаю и помолиться. В. Ребенок сквернословит. Предварительно с детьми проводится беседа, и подробно с примерами библейскими и житейскими показывается, какое горе ждет сквернословца-матерщинника. Матфея 12, 37. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Ефесянам 4, 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Матфея 12, 36. Говорю же вам, что за всякое опраздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Бранное слово, низость и убожество души. А.П. Чехов Пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Маяковский, ВВ Хотя сам Володя был старший, хотя сам Володя Маяковский был страшный матерщинник, богохульник, блудник и самоубийца. И предупредить ребенка, что если подобное еще случится, то его молодой язык отведает молодой крапивы. Наказание обязательно производится в полностью уединенном месте сеткой, авоськой или крапивой, но никак не рукой. Если ребенок нарушил случайно это правило, а раньше за ним этого не наблюдалось, то можно по договору с ним, что он никому об этом не расскажет, его не наказывать, а только создать видимость наказания, создать хлопок сеткой по столу с предупреждением, что если подобное повторится, то это неисполненное наказание, условный срок, будет приплюсовано к новому нарушению. Ребенок должен знать, а он это обязательно запомнит, сколько горячих стоит такой проступок. Например, за сквернословие три раза провести крапивой по губам. Слыша это, лицемеры начнут возмущаться, пугать конвенции прав ребенка. Но для нас никаких законов не существует, кроме божественных. Все остальное временное, развращающее, погибельное. Посигновение на личность, унижение. Кто-то кого-то ударил, подмял, причинил боль. Такой должен обязательно быть наказан физически, беспощадно, со всею строгостью. И ребенок должен знать, что его простили, и после наказания за ним ничего не числится. Г. Во время работы следует молчать, но ребенок разговаривает. Заранее он должен быть предупрежден, что придется взять в рот чистую щепку или прутик и держать во рту до перерыва, до отдыха или до обеда. Если же, будучи обустанным, с уделами во рту все равно продолжает болтать, то он должен знать, что это стоит два горячих, но не более, сеткой или крапивой, девочкам по ногам ниже колен, мальчикам по булочке. Д. После отбоя, отхода ко сну, полное молчание. Дети нарушали покой, смеялись или разговаривали, запрещается даже шепотом. Все дети заранее должны быть предупреждены, что они должны знать устав, правила поведения в семье, лагере, в пути. Пояснить, что в Ангелии все студенты, живущие в общежитии, хорошо знают тамешние правила. Дважды нарушивший тишину после отбоя, изгоняется из общежития навсегда. Воспитатель, войдя, спрашивает, кто нарушал покой. Спрашивает трижды, предупреждая, что если никто не сознается и виновный не выйдет, то все до единого будут стоять на часах два часа. Дети сейчас очень пакостливые и невероятно трусливые. Как правило, после такого вопроса бывает мертвая тишина и ни звука, все замерли. Нарушитель был бы даже очень рад, если бы его вообще не наказали, а все невиновные стояли бы на свежем воздухе. Вот с этой-то подлостью мы и боремся. Если кто-то не согласен с таким методом борьбы с нарушителями, то пусть он напишет нам, что он делает в данном случае, и какая от этого бывает польза. И не теоретизировать, а показать на практике. Такой теоретик не может управиться даже с двумя собственными детьми. После этого отдается приказ выходить всем, и чтобы все хорошо оделись и защитились от прохлады и комаров. Нарушителей ставить отдельно друг от друга лицом на восток, чтобы они могли молиться, не видя друг друга. Ни к чему не прислоняться, обычно через час они смиренно просят, хочу спать. Иногда хватает и полчаса. Снова проводится с ними собеседование о том, какой вред они приносят себе и другим, когда мешают спать. Разъяснить, что на завтра после отбоя они должны будут достоять недостающее до двух часов время. И чтобы они сами завтра об этом напомнили старшему руководителю. Каждый вечер желательно советоваться с детьми о том, во сколько они хотят отойти ко сну, но не позже десяти часов. Подъем всегда в летнее время в пять утра, а при уменьшении светового дня постепенно отодвигать до шести. С шести-тридцати. Объявляется, что можно переголосовать через две минуты, а они желающие лечь раньше. Попытались бы убедить в этом и других. Если это им не удастся, тогда берется среднее. Девять-тридцать. Если они просили отойти ко сну в девять. Е. Ребенок не хочет трудиться. Категорически запрещается уговаривать его. Дети должны приучиться бояться остаться без работы, чтобы они сами настойчиво выпрашивали работу воспитателя. Он должен знать, что если он не будет трудиться, он не будет есть, играть, купаться. Во время обеда он должен стоять прямо, не облокачиваясь, обязательно в столовой лицом к ядущим. Но когда другие работают, он может сидеть на виду. По каждому пункту обязательно должно иметь особые места священного писания, которые следует многократно, по самому малому поводу повторять, буквально врезать сознание детей. То, что язык Библии это не язык любителей словесности, не язык Цицерона, об этом сказал сам Бог, как читает об этом и в житиях святых. Как читаем об этом и в житиях святых. Это язык Творца, который не всем нравится. Если бы вещи могли издавать голос, то что бы сказала дерево о пиле и топоре? Ребенок не приучен что-либо делать, и это в нем закрепляется очень быстро. Лев Толстой говорил в возрасте 80 лет, что половину того, что есть в нем, он получил до 4-х летнего возраста. Это особенно касается отношения к труду. Здесь по каждому пункту будут даны особые места, стихи Библии, заготовки на каждый случай. Конкретно по трудолюбию. Сирахова 22.2 Воловьему помету подобен ленивый. Всякий, поднявший его, отряхнет руку. Любой, даже совершенно неразвитый ребенок поймет, о чем здесь сказано. Таких коровьих лепешек, как и лентяев, очень много. Приходится остановиться, как на экскурсии перед таким короваем, и объяснить участь ленивого и отношения к нему окружающих. Что значит взять и отряхнуть руку? Дети любят реальность, то, что можно пощупать. Вот это и означает учить во время и не во время. Такие примеры врезаются в разум ребенка на всю жизнь. Здесь мы даем несколько таких золотых стихов, чтобы, дабы было из чего вам выбрать, что для вас более подходящее. Только никогда не витийствуйте, не разглагольствуйте. Если вам приходится быть там, где есть посторонние, и вы увидите пьяного человека, что не редкость на Руси, то не прибегая ни к какому осуждению этого человека, объясните детям о том несчастье, какое ждет каждого из них, если они не будут трудиться. Он тоже совсем недавно был маленьким ребенком. Как он вел себя в школе? И вот здесь приходится говорить уже не обезличенно, а на конкретных примерах о детях с называнием их имен. Вот ты не выучил урок, прокрутился и зря прожил день. Ты мешал учителям, отвлекал детей и этим был нежелателен для всех. То есть если бы тебя не было, то никто бы не только не пожалел об этом, но даже были бы рады. Баба с возу, коню легче. Это означает, что никто не испытывает благословения на тебя. Простите. Никто не испрашивает благословения на тебя. Ты стоишь уже на кривой дорожке и идешь над пропастью. Абсолютно всегда во всем нужно видеть возможность дать понятие о вечности, о небе, о смысле жизни. Полезно сделать разбор всего, что окружает нас. Пищи, одежды, строений. Это большая школа, это целые академии, при том доступные детскому сознанию. Не все сразу, но постепенно нужно рассказать обо всем. Сначала взять самое необходимое, без чего невозможно прожить и дня. Хлеб, как он добывается. Ты, воспитатель, хорошо это знаешь. Начни с молитвы «Отче наш». И выдели слова «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Подчеркни качество хлеба, что он никогда не приедается. Что изготавливают из пшеницы. Покажи на этом примере великую милость Божью к человеку. Как трудно достается хлеб труженику сельского хозяйства. Без многого мы можем прожить, но только не без хлеба. Этот продукт разрешается употреблять и во время поста. Его легко перевозить в виде сухарей. Он всегда готов для нас из одной лишь муки в великом разнообразии. И даже в пустыне Бог давал удивительную пищу по вкусу лепешки. Иоанн Златоуст говорит, что мы не знаем, питаются ли чем ангелы. Но если они питаются, то пищей их является хлеб. Псалом 77, 25. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Если человек делается бедным и переходит через черту бедности, он остается бедным не ниже куска хлеба. Притча 6, 26. Потому что из-за жены блудной обнищивают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. И снова подчеркнуть, что если не будем трудиться, не приучим все десять пальчиков к труду, чтобы они постоянно шевелились, то можем дойти до того, что не будет и куска хлеба. Притча 6, 10, 11. Немного поспишь, Немного подремлешь, Немного сложив руки полежишь, И придет, как прохожий, бедность твоя, И нужда твоя, как разбойник. Если же будешь неленив, То как источник придет жатва твоя, Скудость же далеко убежит от тебя. Притча 24, 33, 34. Немного поспишь, Немного подремлешь, Немного сложив руки полежишь, И придет, как прохожий, Бедность твоя, И нужда твоя, как человек вооруженный. И снова подчеркнуть, Что если ребенок не будет учиться, Приучаться к труду, То он все равно будет что-то потреблять, Есть, ничего не создавая, То есть быть паразитом, И придется в конце концов Пищу себе искать на помойках. Если тебя сейчас послать к мусорному ящику И искать себе пропитание, То ты посчитаешь это для себя за унижение. Но любой бомж считает для себя за счастье Найти что-нибудь рано утром в этом ящике, И они дерутся за обладанием определенным мусорным баком. Эти наглядные уроки иногда уже слишком запаздывают. Есть дети, которые ничем не могут выделиться, И они приучаются кривляться, Хохмить, Пытаются кого-то рассмешить. Это тоже не следует оставлять без внимания И снова возвратиться к хлебу. Нужен трактор, комбайн. Кто их должен делать? Для изготовления нужен металл. Кто его должен добывать? И так можете кратко представить весь процесс, Попутно подчеркивая, Как мудро Бог все устроил, Заложив в землю кладовые из уголя и руды. Следует рассказать о чуде Божьем, Про израстание зерна. Повторяю, Воспитатель должен знать очень и очень много, И сам учиться всю жизнь. Воспитатель есть учитель, А учитель, как капитан корабля, Всегда должен знать все. Он сам должен трудиться непрестанно, И всегда вставать раньше детей, Чтобы они его никогда не видели спящим, И тем более утром в туалете. Авторитет воспитателя должен быть непререкаемым, Буквально с первых минут знакомства с детьми. Никогда не добивайтесь дешевого авторитета, И никогда не перегибайте палку, Не суемудрствуйте, И напрасно не витействуйте. Основная движущая сила работы с детьми, Это молитва, Любовь, Труд. Ж. Не хочет утром вставать. Это явление, хотя и редкое, Но встречается. В помощь сброшенное одеяло И холодная вода. Чуть-чуть, как из пистолетика, Только сбрызнуть. З. Ребенок рассказывает неприличный рассказ, Анекдот, услышанный от своих товарищей, Или поет непристойные песни. Ответная реакция почти всегда одна и та же. Наказать. Необходимо узнать источник происхождения, Спросить ребенка, знает ли он, Что в этом есть что-то неприличное. Попытаться в доступной форме Разъяснить смысл, Сделать выводы. Научи его разбираться в слышанном, Подкрепи соответствующими местами Святой Библии, И чтобы он выучил их наизусть. Ни в коем случае не наказывать За это ребенка, Если это в первый раз. Постарайся найти подходящий рассказ, Хожий с этим, Но прилично выглядящий, Нелишенный юмора, И скажи. Это можно рассказать в любом обществе, И будет даже более интересно. А теперь сделаем выбор. Что лучше? Не загоняйте детей в старообрядческий тупик. Не пытайтесь сохранить их под зеленым сукном. Если же ребенок пойман на этом, И уже после наказания продолжает следовать дурному, То постарайтесь его изолировать. Сирахова 23.19 Человек, привыкающий к бранным словам, Во все дни свои не научится. Эта язва не исцельна, И нужны методы, Которые недоступны воспитателю. Врачеванием должны заниматься уже родители. Даже не пытайтесь исправлять его, Ничего у вас не получится. Так говорит Библия. Горбатого исправит только могила. Поезд ушел. Если это происходит в семье, То вина в этом только родителей. Приучите ребенка пользоваться своими вещами, Никогда не надевать чужую обувь, И даже верхнюю одежду, Не говоря о головном уборе. Мое и не мое. Здесь возведите железобетонную стену высотой до неба. Этому учите с младых ногтей, С пеленок. Это нравственный закон, Но не закон природы. И без научения к этому ребенок сам никогда не подойдет. Когда он начнет понимать, Вселите в него страх Божий, Что вор царствия Божия не наследует. Раньше были старинные, Так называемые лицевые книги, В лицах, в картинках. Там изображались различные виды казней, Которые терпят души после смерти. Матерщинник подвешен за язык на крюк, И снизу сжалит его змея. Кто-то горит в огне. Это не мультипликационный фильм ужастиков, А наиподлиннейшая реальность, Согласная со Словом Божьим. 2 Коринфянам 5.10 Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, Чтобы каждому получить соответственно тому, Что он делал, живя в теле, Доброе или худое. Откровение 14.11 И дым мучения их будет восхарить Во веки веков, И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, Поклоняющиеся, простите, И не будет иметь покоя ни днем, Ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, И принимающие начертания имени его. Лука 16.23 И в Аде, будучи в муках, Он поднял глаза свои, Увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. 1 Коринфянам 6.10 Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, Ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. 1 Петра 4.15 Только бы не пострадал кто из вас, Как убийца, или вор, или злодей, Или как посягающий на чужое. Если можно, постарайтесь узнать, Проследить путь этого ребенка к воровству, Почему в нем не насажден страх Божий. Если воровство повторяется и после научения, И объяснения, То следует сурово наказать, По рукам крапивой или сеткой, Предварительно спросив, Какой рукой брал. Всем детям пояснить, То есть государство, Где за воровство отрубают руки Тунис, Сделать тщательный разбор по каждой украденной вещи, Когда, где, сколько, свидетели. Расследование должно быть как можно более глубоким. Судья в Саудовской Аравии Задает вору только один вопрос. Какой рукой воровал? У нас в стране вор может быть судим десятки раз, И у них же только до трех раз Постепенно отсекаются обе руки и голова. Убедить ребенка, Что ему необходимо в присутствии старших самому, Своей рукой вернуть похищенное владельцу, Приложив к этому что-то из своего, И испросить прощение. Исход 22.1 Если кто украдет вола или овцу, И заколит или продаст, То пять волов заплатит за вола, И четыре овцы за овцу. Постарайтесь ввести в устав правила, Чтобы вообще предупредить возможность кражи. Ни у воспитателя, ни у детей Не должно быть денег в общем помещении. Без разрешения старшего, И по одному дети никогда не должны Заходить в место, где они спят. Если произошло воровство, То об этом сделать соответствующую запись В особой тетради, С описанием всего и рисунком похищенного. Здесь должно быть написанное Собственноручно ребенком обещание Никогда и нигде ничего чужого не брать, Будь то деньги или вещи. Категорически запретить детям Обмениваться вещами, одеждой Или что-то покупать друг у друга. Приучите детей никогда не подбирать Деньги, которые лежат на дороге. Обойди, перескочи, но не бери. Тем более сейчас работают Целые преступные группы, Которые подбрасывают деньги на дорогу Перед прохожими, А потом отнимают все, Что тот поднял, И попутно раздевают. Если случится, что появится такой ребенок, Прибыл испорченный из семьи пьяниц воров, То постарайтесь сделать воровство Невозможным для него. Никогда и никак не оставляйте его одного. Он не должен появляться на кухне, В келье, Быть с чужими вещами на пляже, На берегу один. Нужно провести с ним беседу, Предупредив, что если он Что-либо даже самое маленькое Украдет или поднимет, Или присвоит, То он будет стоять Или сидеть с большой надписью на груди. Я вор. Если же это повторится неоднократно, То постарайтесь немедленно отчислить его. Обо всем этом вести запись в журнале С подписью свидетелей, Воспитателей, С указанием точного времени, Часов, минут, С указанием места, С точностью до одного квадратного метра, С описанием вещей, Цвета, размера, количества, С подписью свидетелей, Это документ. Если сумма внушительная, То сделать заявление в милицию, Попытаться вернуть похищенное. Познание духовного мира ребенка. Всегда пытайтесь войти в его возраст, Развитие, Сегодняшнее состояние. Вы не взяли с собой ребенка в церковь И ничего не объяснили, По какой причине он остается дома. Вы должны очень четко представлять Буквально звучащие его мысли. Сегодня дети развиваются намного быстрее, Чем в прошлые века. Говорю не о нравственности. Общая характеристика детей Исключительно лживые, Хитрые, развратные, Грехолюбивые, Нежизнеспособные, Готовые сбежать куда угодно, Только бы не быть здесь, Где с их душами занимаются. Меня интересует только русская нация, И я говорю только о ней. Не думаю, чтобы другие народы Намного превоспели в духовном, Тем более там, Где нет истинного православия, Согласного со Словом Божьим. Если ребенок не находит радости В посещении храма, И не ждет этого как праздника, То для него Это в радость, Что вы не взяли его. Если вы решили За что-либо наказать этим ребенка, Проучить его, То можете быть уверены, Что полностью проиграете. Он сделает все, Чтобы вы не взяли его с собой. Будет специально даже мочиться под себя, Делать пакости. Безбожники, Губящие детей денно и ночно, Отдающие им внимание меньше, Чем любое животное, Очень любят показать свою любовь к детям. И в этом видятся только извращенные выкидыши их мысли. Они называют детей Ангелочек мой, Душа моя, Жизнь моя. Они утверждают, Что дети безгрешные, Чистые, как стеклышко, Ни в чем не повинны. Библия упреждает нас более чем За двадцать семь столетий До наших ангелочков, В кавычках. Хотя он и ангелок, Но рога в потолок. Ничего нет злее, Бесчеловечнее, Безжалостнее наших детей, Рожденных от Адама и Евы. Посмотрите, Как воспринимают какой-либо физический недостаток Дети в школе у своего сверстника. Как они лгут, Сквернословят, Воруют и буквально Изничтожают слабейшего себя И калечат друг друга. Известен случай, Проишедший в древней Элладе. Мальчик, поймавший перепелку, Острик ей ножки. Прикиньте, По криминальной хронике, Кто бы сегодня обратил внимание На такую невинную шалость. Там был созван Верховный суд страны, Где было выслушанное мнение Самых авторитетных мыслителей, Психологов, Участковых по делам несовершеннолетних. И тогдашняя дума Единогласно вынесла решение. Повинен смерти. Мнение адвокатов и защитников Не принимается. Слишком весомый аргумент против. Какая польза была Этому парнишке От того, что он Искалечил птичку? Никакой. Почему он Отрезал вторую ножку? Потому что он Испытывал наслаждение Уже от той первой ножки, Когда отрезал ее. Спросили, Сразу ли он ее Отрезал или отдельно По коготкам? Он сознался, Что членовредительством Занимался не первый раз. Эксперты дали заключение, Что подобные Будановы и Чикатило Рождаются не в роддомах, А на чердаках. Историки свидетельствуют, Что будущие инквизиторы В начале пытки Домашних животных и обезьянок, Поджигая их на жаровнях. Мальчик был Историки свидетельствуют, Что будущие инквизиторы В начале пытали Домашних животных и обезьянок, Поджигая их на жаровнях. Мальчик был Немедленно казнем, Выжжен, Как зараза. Отцы отечества Позаботились о будущем нации, Чтобы от него Не произошло потомство. Подобная мера наказания Нас сегодня шокирует, Но мы слышим, Что в мусульманстве Могут казнить за пьянство, И никакие международные Конвенции им ни к чему. Наркомана и насильника Предают смерти. Библия свидетельствует, Что дети отвечают За свои поступки И караются Богом, Как и взрослые. Малый возраст Не служит им Оправданием Нисколько. Четвертая книга царств 2.23 И пошел он оттуда Вифиль. Когда он шел Дорогою, Малые дети Вышли из города И насмехались Над ним. И говорили ему, Иди, Плешивый, Иди, Плешивый. Он оглянулся И увидел Их И проклял Их именем Господнем. И вышли Две медведицы Из леса И растерзали Их Сорок И растерзали Из них Сорок Два Ребенка. Левит 21.9 Если дочь Священника Осквернит Себя Блудодеянием, То она Бесчестит Отца Своего, Огнем Должна Сжечь ее. Таразаконие 22.20 Если же Сказанное Будет Истина И не найдется Девства У отраковицы, То Утраковицу Пусть Приведут К дверям Дома Отца И его И жители Города Ее Побьют Камнями И жители Города Ее Побьют Ее Камнями До Смерти. Ибо Она Сделала Сравное Дело Среди Израиля Блудодействовав Доме Отца Своего. И так Истреби Зло Из Среды Себя. Если Ребенка Не берут По уважительным Причинам В церковь Не домогает За провинность В церкви мало места Погода Неподходящая Создает В церкви Шум Это Все нужно Ребенку Объяснить Доступно Его возрасту. Не смотрите На своих детей Свысока Если нам Известно Что он Уже имеет Представление О вечности Но мыслит Обо всем По-детски Посторонние Люди Встречаясь С новыми Детьми И беседуя С ними Их Детским Языком Нередко Открывают В детях Такое О чем Родители Даже Не подозревают К этому Методу Обмена В кавычках Партнерами Можно прибегать При посещении Друзей Когда Хорошо Знаете Друг Друг Матфея 18 10 Смотрите Не презирайте Ни одного Из малых Всех Ибо Говорю Вам Что Ангелы Их На небесах Всегда Видят Лице От самого Небесного Если Ваши Дети Не посещают Воскресную Школу И вы С ними Дома Не занимаетесь По Святой Библии То Помните Что В те Же Самые Минуты В душах Ваших Детей Идет Иной Засев Не Ленитесь Побыть С ребенком Час Другой Родители И воспитатели Не получившие Сами Никакого Религиозного Воспитания Не могут Понять Какой Урон Наносят Они Себе И Ребенку Что Они Лишают Его Встречи Со Христом Которая Поможет Ему Уцелеть В этой Греховной Жизни Ребенок Драгоценен Для Бога Потому Что Он Искуплен Кровью Христовой Книга Откровения 20 12 И Увидел Я Мертвых Малых И Великих Стоящих Пред Богом И Книги Раскрыты Были И Иная Книга Раскрыта Которая Есть Книга Жизни И Судимы Были Мертвые По Написанному В книгах Сообразно С делами Своими 1 Петра 1 18 Зная Что Нетленным Серебром Или Золотом Искуплены Вы От Суетной Жизни Преданная Вам От Отцов Откровение 5 9 И Поют Новую Песнь Говоря Достоин Ты Взять Книгу И Снять С нее Печати Ибо Ты Был Заклан И Кровью Своей Искупил Нас Богу Из Всякого Колена И Языка И Народа И Племени Матфея 18 12 14 Как Вам Кажется Если Бы У Кого Было Сто Овец И Одна Из Них Заблудилась То Не Оставит Леон Девяносто Девять В Горах И Не Пойдет Ле Искать Заблудившуюся Если Случится Найти Ее То Истинно Говорю Вам Он Радуется О ней Более Нежели О Девяносто Девяти Незаблудившихся Так Нет Воли Отца Вашего Небесного Чтобы Погиб Один Из Малых Сих Если У Взрослого Можно Найти Мотивы Его Поступков Как Правило Выгода То У Ребенка Этого Нет В Большинстве Случаев Иногда Малое Дитя Живущее В чистой Жизни В послушании У родителей Может Сердцем Своим Уразумевать Тайны Божии Матфея Одиннадцать Двадцать Пять В то время Продолжая Речь Иисус Сказал Слав 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 Тебя Отче Господи Небо И земли Что Ты Утаил Сие От Мудрых И Разум И Открыл То Младенцам Если Ребенок Рожден Не В семье Безбожника То Замечено Что Сердце Дитяти Склонно К тому Чтобы Забывать Обиды И Прощать Их Повторяю Что Это Касается Только Детей Из Верующих Богобоязненных Семей Там Где Жена Не Подчиняется Мужу Злая Дети Как Правило Скуда Умны На Добро Премудрость Соломона 3 11 12 Ибо Презирающий Мудрость И Наставления Несчастен И Надежда Их Суетно И Труды Бесплодны И Дела Их Непотребны Жены Их Несмысленны И Дети Их Злы Проклят Род Их Нужно Жалеть Средств Нужно Не Жалеть Средств И Выращивать Тучные Колосья Для Завтрашнего Дня Дети Это Будущее Церкви Если Они Хорошо Воспитаны На Основании Святой Библии То Это В будущем Проповедники Священники Миссионеры Советую Всем Прочитать Житие Арсения Великого Когда Император Феодосий Старший Решил Дать Наилучшее Образование Своим Сыновьям Аркадию И Гонорию То Велел Сделать Розыск По Восточной И Западной Части Империи Чтобы Найти Такого Человека Который Обладал Б Всей Мудростью И Мирской И Духовной С Великим Трудом Обрели Такого Арсения Великого Память Его 8 Мая Умер В 450 Году Вот Как Говорил Феодосий Вручая Детей На Воспитание Готовя Из Них Двух Императоров Теперь Ты Будешь Им Более Отцом Нежели Я Потому Что Труднее Воспитать Нежели Родить Приучи Их Добродетели И Обучи Их Премудрости Как Отец Их Духовный Позаботься О том Чтобы Они Избегали Разных Юношеских Соблазнов Жития За май Страница 246 248 Однажды Войдя В класс Император Увидел Что Сыновья Его Сидят А Учитель Стоит Он Опечалился И запретил Так учить Считая Их Царями Он Сказал Арсению Что Если Они Не Научатся Бояться Бога То Лучше Чтобы Они Не Только Не Были Царями Но Прежде Умерли Чем Позволить Им Вырасти Во зле На погибель Как Своей Собственной Душе Так И Прочих Душ Человеческих Случ 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 Юно Юно Но И И И И И И Прычки 22 15 Быть Может Среди Тех Детей Которые Находятся Сейчас Рядом с вами, будет тот, кто на руках молитвы понесет всех нас, как Моисей на своих раменах израильский народ. Божественное воспитание детей – это закладка фундамента завтрашнего дня, будущего земной части церкви. Притч 22.6. «Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и составится». Только вообразите, что от нашего отношения к детям будут ли они истинными христианами, и притом православными, не католиками, не сектантами, зависит то, какой будет завтра не только наша община, но и страна, и церковь. Цель нашего обучения. Если родители хотят, чтобы ребенок жил нравственно, культурно, по-человечески, порядочно, не на звериных началах, а на гуманных, но не приучают его к боговедению, не познакомят его со Святой Библией и со Христом, то такие родители-преступники в этом жестоком зверином мире ребенку не выжить при таком воспитании. Преступники, уголовники, фашисты, коммунисты, сатанисты, которым общее число легион, все будут рвать ваше дитя, насиловать и убивать, а он не сможет постоять за себя. Когда попал в волчью стаю по волчьей вой, слабейший должен умереть. Таков закон природы. И не надо этого скрывать от детей. Тогда ребенка нужно учить быть хитрым, изворотливым и жестоким. И чтобы он обязательно вступил в какую-нибудь сильную партию. Потому что даже льву одному не выжить в пустыне. Спаситель наш Господь называет себя пастырем, спасителем, защитником. И он обещает помочь, и что не оставит нас одних. Простите. Спаситель наш Господь называет себя пастырем, спасителем, защитником. И он обещает помочь. И что не оставит... И он обещает помощь. И что не оставит нас одних, только бы мы не оставили его. Целью нашего христианского воспитания должно стать не обучение хорошим манерам и приличному поведению, но помочь стать вместилищем Духа Святого, быть другом Христа. Наиважнейшее в воспитании то, чтобы ребенок уверовал во Христа сознательно полюбил его, как своего спасителя и искупителя, который ждет его в конце краткой земной жизни, чтобы ребенок уверовал в Святую Библию, как в истинное Слово Божие. Римлянам 3, 10, 12, 23 и 5 глава 18 стих. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодные, нет делающего добро, нет ни одного, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Посему, как преступлением одного, всем человеком осуждения, так правдую одного, всем человеком оправдания к жизни. Римлянам 6, 23. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим. Спасение от греха через Христа нуждаются все, и в первую очередь дети. Деяние 4, 12. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Римлянам 10, 13, 14, 17. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? И как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если ребенок не примет евангельское вести, то ему не спастись. Путь спасения – краткое руководство для воспитателей, на что обратить особое внимание. Первое. Услышать Евангелие. Римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Второе. И спросить у Бога веры. Римлянам 10, 17. Третье. Покаяние. 10. Покаяние. Деяние 2, 38. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. 17, 30. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Цель закона – десяти словия – показать нам наш грех. Римлянам 3, 20. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Наши грехи и возмездия за них, наказание, взял на себя Христос. Он умер вместо меня на Голгофском кресте. Это мое место. Показать ребенку, что он становится ответственным за свои поступки не только пред людьми, но и пред Богом. Нужно научить его отличать плохое от хорошего, с пробуждением его совести. К этому нужно подводить детей уже в возрасте от 3 до 7 лет, в зависимости от условий воспитания. Хорошо пользоваться рисунками, плакатами, наглядными пособиями. Подробно разъяснить причину о сеятеле, нарисовав его зерна, поле, птиц. Матфея 13, 3, 8, 18, 23, Марка 4, 3, 8, 14, 20, Лука 8, 5, 15, Матфея 13, 3, 8. Где нет духовных работников, там сердца людей не засеяны добрым евангельским зерном. Матфея 9, 37, 38. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Сердце ребенка – самая благодатная почва. На ней вырастет все, что пожелаешь, что посадишь. Здесь не требуется никаких доводов. Дети легко всему верят. Строительство на детских сердцах требует самых малых расходов, если, конечно, они уже не застроены дьяволом своими постройками. У взрослых, как правило, почва уже засоренная. Много других семян высел на них дьявол. Страдания и обиды, разочарования окаменили сердце. Требуется много средств, и как часто все может рухнуть в один момент, если этот человек алкоголик или наркоман. Да если он и обратится, какая уж там перспектива, если он отсидел не один срок. Трудно выпаривать запах дегтя из той деревянной бочки, в которой он долго хранился. Когда жизнь почти закончена, силы иссякли, имущество истрачено, конечно, Господь принимает и в одиннадцатом часу жизни. Но для церкви и государства от этих отбросов общества только затраты. Какая польза от паралитика? Исследования показывают, что около 75% сознательно уверовавших членов церкви впервые поверили в возрасте от 3 до 14 лет. А от 14 до 30 около 15%. От 30 до 40 – 8%. И только 2% падает на тех, кто уверовал в возрасте от 50 лет и старше. Чтобы посеять хорошее семя на поле, тысячелетия люди придумывают разные приспособления. Сорняки же никто не сеет, они растут сами. Сатана с легкостью портит даже хорошее, спаханное поле. Как легко столкнуть человека с горы в пропасть, и как трудно ему подняться на вершину. А падения происходят и в семьях верующих. Матфея 13, 24, 25. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. «Чем раньше мы посеем евангельские семена в детское сердце, тем больше надежды на то, что получим добрый урожай. Если же опоздаем, то урожая можем полностью лишиться». Второе послание Коринфянам 9, 6. «При всем укажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». «Сеять нужно усердно и постоянно. Самое благоприятное время делать это сегодня». Экклесиаст 11, 4, 6. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять. А кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной. Так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». «Сеять необходимо с глубокой верой, а не говорить, как учат ленивые. Кому обратиться, они и без нас обратятся, а наше дело только молиться». Библия так не учит. Исайя 55, 10, 11. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто сеет. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». 1 Коринфянам 3, 6, 9. «Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья Нива, Божие строение». «Наше дело – сеять согласно повеления Божия. А будет ли польза, вырастут ли плоды, это зависит только от всемогущего Бога». 1 Коринфянам 3, 5, 7. «Если мы сеем, то у нас надежда, что что-то взойдет, быть может, и наполовину. Если же не сеем ничего на поле, то при наступлении осени мы даже и не попытаемся искать выращенное. Там его нет. Мы сеем с верою в Бога, будучи неуверенны, вырастет ли что. Если же не сеем, не учим, то это всегда по неверию в Бога, в Евангелие, с твердой уверенностью, что ничего не вырастет. «Положите себе за правило учить постоянно, во время и не во время, как можно больше число детей Слову Божию». Ян Амос Каменский обращает внимание на то, что любое животное, как лошадь, уже через три года делающиеся взрослой, готово к работе, и только человек так медленно растет до 18 лет. До этого возраста он все еще с неокрепшим организмом не пригоден для тяжелой работы, чтобы мы не загрузили его. Ребенок как бы предназначен в основном для научения. У него для этого много свободного времени. Направьте его на изучение Слова Божия. Второе Тимофею 3.15 Развивайте у ребенка память. Заученное в детстве он сохранит на всю жизнь. Возрожденные дети – это элита, будущее церкви. Самуил 1.3.11 1.Тимофею 4.12 Давид 1.16.1.14 Еремия 1.4.10 Есть несколько возрастных групп. Иногда их разделяют на четыре группы. Первая – от трех до шести. Вторая – от семи до десяти. Третья – от одиннадцати до четырнадцати. И четвертая – от пятнадцати до восемнадцати лет. Третья – от пятнадцати до восемнадцати до восемнадцати до восемнадцати.